Божаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Сегодня еще один день нашей благодарности, нашего уважения ко всем, кто помогает государству выстоять, бьется ради Украины, побеждает. Отметил сегодня воинов ГУР государственными наградами. Именно тех ребят, которые обеспечили очередной успех для Украины. Затопление российского военного корабля в озере Донузлав в нашем Крыму. Эффектный поступок, но и эффективный, и чрезвычайно полезный. Чем меньше в Черном море российского флота, тем больше безопасности в регионе и вообще в мире. Сегодня продолжил нашу новую традицию уважения ко всем героям Украины. Вручил сертификаты на квартиры воинам, отмеченным орденом «Золотая звезда» и родным наших героев. Еще 30 семей. Воинов, сражавшихся против оккупантов и после 2014 года, и в этой войне. Каждая история каждого героя заслуживает того, чтобы украинцы всегда помнили и уважали храбрость наших воинов. Отдельно я хочу поблагодарить сейчас всех партнеров Украины, которые поддерживали и продолжают поддерживать наше государство. Продолжается работа с командами европейских государств по усилению Украины, новых оборонных пакетов, новых решений безопасности. На этой неделе у нас есть новые решения о поддержке нашего государства от Германии, от Нидерландов. Люксембург присоединился к нашей авиационной коалиции. Литва есть новый пакет. С министром иностранных дел Канады обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Выполняются оборонные контракты, которые нам критически важны. Есть усиление ПВО. Помним, что война начата Россией на Украинском фронте, но ее мишенью является не только наше государство, не только наша независимость. И поэтому, безусловно, важно сохранять максимальную консолидацию свободного мира и делать все возможное и невозможное, чтобы Украина могла наносить поражение России. Другого Москва не понимает. Продолжаем работать с партнерами и по новым санкциям против России, и по блокированию российских схем обхода санкций. И максимально активно по конфискации российских активов, которые были рассредоточены в разных юрисдикциях. Я благодарен всем, кто помогает нам в работе по конфискации российских активов. И еще одно. Сейчас продолжаются восстановительные работы в некоторых регионах нашего государства, где из-за российских ударов были отключения электричества. В Днепропетровской области, в частности, Кривой Рог, энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть электричество всем потребителям. Отправили главу Украинерго в регион всех необходимых специалистов и ресурсы. Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня доложил мне и о работах, и о защите объектов энергетики. Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех привлеченных работников. Быть самоотверженным на своем уровне, эффективным, смелым, значит для Украины быть сильным государством, способным защищать и защитить себя. Я благодарю всех, кто это осознает. Слава каждому украинскому воину. Слава всем, кто работает, чтобы Украина могла защищаться. Слава Украине.